Расчленяя властву, самая опасная банда Татарстана закопала врагов живьем и спрятала свои миллиарды. В предыдущей статье речь шла об обку Ралмаш, безжалостно устранив конкурентов. Она стала главной в столице Урала и Екатеринбурге, но совершила роковую ошибку, вступив в конфликт с патриархом воровского мира Асланом Усаяном, Дед Хасан. Впрочем, в то темное время были банды, куда более жестокие, чем уральская группировка. Одним из самых отмороженных считалось организованное преступное сообщество, ОПС, 29-й комплекс из набережных Челнов. Закапывать заживы и расчленять жертв для ее членов было обычным делом, а могильщики и чистильщики входили в банду на постоянной основе. Родом из Подворотен в 70-е годы в набережных Челнах начался настоящий демографический бум, со стартом возведения предприятия гиганта КАМАЗ. Годом начала постройки знаменитого Камского автомобильного завода принято считать 1969-й. В населенный пункт в поисках работы потянулся народ со всех уголков Советского Союза. Из-за увеличения населения ежегодно пребывало около 40 тысяч человек, меняться стали и сами набережные Челны. В городе, как грибы после дождя, росли жилые микрорайоны, которые назывались комплексами. Город не был уникален. В середине 80-х годов в нем, как и по всей стране, стали возникать преступные группировки. Ими мог похвастаться каждый микрорайон набережных Челнов. Со временем среди местечковых банд выявился лидер, крепкий парень из 29-го комплекса. Во главе группировки стоял некто Мансур Сафин, человек, который, по воспоминаниям других членов банды, отличался крайней амбициозностью и жестокостью, но за счет явных лидерских качеств умел сплотить вокруг себя мощную бригаду. Отбор вреды 29-го комплекса был суровым. Боец должен был быть сторонником здорового образа жизни, не пить, не курить и, само собой, не употреблять наркотики. И если по первым двум пунктам допускалось легкое послабление, например, во время каких-либо застолья не возбранялось пропустить рюмку другую и затянуться сигаретой, то рискнувших попробовать дурь ждала как минимум исключений из рядов группировки. А если боец под зельем успел еще и на беда курить, его могли сурово избить и даже убить. Вскоре Сафину в своем комплексе стало тесно, и он пошел войной на соседние микрорайоны. Хорошо натренированные им самим отморозки, вооруженные, как правило, кусками арматуры, цепями и камнями, с особым остервенением расправлялись с теми, кто посмел оказать сопротивление и не подчинился воле бандитов. После каждого подобного набега в городскую больницу неизменно поступали пациенты, кто с переломанными ребрами, кто с отбитыми почками, а кто и с проломленной головой. Такими событиями не могла не заинтересоваться местная милиция. Сыщикам понадобилось совсем немного времени, чтобы понять, чьих это рук дело. И вскоре Сафиной несколько приближенных ему головорезов оказались на скамье подсудимых, откуда отправились прямиком по этапу. Фото, Виктор Великжанин, Тас Мансур был сильно раздосадован таким поворотом событий, но за судьбу своего детища не опасался. Будучи у руля, он успел воспитать достойную замену Адыгана Салихова по кличке Алик. Салихов влился в ряды группировки в 1987 году, когда ему уже исполнилось 25 лет. Несмотря на возраст и неплохой социальный статус, Адыган являлся директором одной из местных спортивных школ. Начинал он с низов, был простой шестеркой на службе у босса, но быстро пошел на повышение. В ретивом новичке Сафин разглядел черты, которые были присущи ему самому, и вскоре Салихов стал правой рукой лидера ОПК. Мансур полагал, что во время его отсутствия Адыган станет врие главы ОПК и присмотрит за починенными, но вышло иначе. Салихов воспользовался случайно и провозгласил себя новым главой 29-го комплекса. Штатные могильщики оказавшись во главе группировки, которая к этому времени благодаря успехам в побоищах с соседями расширила свое территориальное влияние и превратилась в организованное преступное сообщество, Салихов прежде всего начал демонстрировать своим молодчикам собственное могущество. В отличие от толерантного к критике Сафина, новый начальник калечил за любое замечание в свою сторону. Помощь ему не требовалась, Алик обладал мощным телосложением и одним ударом мог вырубить любого. Как-то, уже будучи материм-головарем, в одном из столичных ресторанов он из заброшенного в его адрес неуважительного слова выстрелил в голову сидящему за соседним столиком офицеру запаса. Тот чудом выжил, а Салихову пришлось отдать большую часть общака, чтобы откупиться. Зато слова о непотопляемости лидера быстро разошлась, прибавив Алику уважение в глазах починенных. Мансур Сафин вернулся в родной город в начале 90-х и сразу понял, здесь ему не рады. Уступать своих позиций Алик не собирался, и его поддерживало большинство членов группировки. Большинство, но не все, некоторым бойцам агрессивная философия нового лидера так и осталась чужда, и они были бы отнюдь не против возвращения к власти предыдущего главаря. Салихов это понимал и поэтому принял решение, которое казалось ему единственно верным, устранить ненужного конкурента. Приспешники Адыгана подстерегли и Мансура в момент, когда тот приехал в свой строящийся особняк, чтобы обсудить с прорабом дальнейшие работы. Едва он вошел во двор, раздалась автоматная очередь, и из решеченной пули Мисафин упал замертво. Понимая, что в самобытном виде его организация долго не просуществует, Салихов решил провести внутреннюю реформу. Первым делом он назначил себе двух замов, Юрия Еременко, Ерема, и Александра, по другим данным, Алексея, Власова, Шурин, в отличие от предшественника, выбирал Салихов исходя из других качеств характера, главным из которых было отсутствие у парочки излишней амбициозности. Так во всяком случае казалось самому Алику. Появился у 29-го комплекса и штатный киллер, Михаил Беленко, Белиныч. С оружием проблем не было, ОПС обзавелось целым арсеналом, где, среди прочего, были автоматы Калашникова, пистолеты ТТ, обрезы, охотничьи ружья и гранатометы. По одним данным, поставки банди шли прямиком из Чечни, по другим, ОПС удалось наладить прочные связи с оружейной мафией Жевска. Своеобразным ноу-хау от Салихова была должность главного могильщика группировки, которую занял Вячеслав Федоров по кличке Парасоль. Миссия того была предельно ясна – присылать починенных по первому же вызову, дабы те ликвидировали последствия деятельности своих товарищей и избавлялись от трупов. Чистильщики, у которых в багажниках авто всегда лежал необходимый в работе инвентарь, топоры и лопаты, подходили к делу крайне ответственно, в рекордно короткие сроки пребывали на место, частично расчленяли труб, отрубали голову и кисти, чтобы тело было сложно опознать, и закапывали детали в разных местах. Вскоре это стало считаться фирменным знаком 29-го комплекса. Из показаний одного из могильщиков об из 29-й комплексной Лизина Тулина, данных в мае 2002 года, я голову отрубил топором с двух-трех ударов, а кисти рук с одного удара топором. Лопатами углубили межу канаву, который разделяет поле от посадки молодых сосен. Сбросили туда трупы местного предпринимателя, который был неугоден бандитам. Примечание. Ленты.ру. И закопали. Заживо погребений. К слову, работы у бригады чистилищиков всегда было достаточно. Например, в момент, когда 29-й комплекс активно прогибал под себя торговцев рынка «Автозаводский», расположенного в ранее порабощенном бандитами 53-м комплексе, отказ любого коммерсанта платить дань Саляхов воспринимал как личную обиду и сразу давал отмашку карательному отряду. Вскоре на рынке один за другим стали пропадать владельцы палаток, и среди предпринимателей поползли слухи, мол, в лучшем случае коммерсанты были убиты и расчленены, а в худшем – погребены заживо, что подтвердили результаты судмедэкспертизы обнаруженных трупов. Такая слава сломила все сопротивление, и рынок оказался во власти ребят Саляхова. Не обошли бандиты своим вниманием и завод «КамАЗ», ловко подвинув всех стремящихся к кормушке конкурентов, бандиты стали взимать дань как с сотрудников и руководителей завода, так и с обычных покупателей. Дошло до того, что приобрести знаменитый грузовик можно было только через договор с членами ОПС. Продавцы так и говорили прибывшим за машиной гражданам, мол, идите сначала с ребятами пообщайтесь, а потом уже к нам. Все магазины автозапчастей крошевались теми же молочиками. Под контроль попала вся развлекательная сфера набережных челнов, директора кофе и ресторанов, руководителей ночных клубов и, конечно, сутенеры с наркодилерами, все несли свою дань в общак ОПС. Впрочем, деятельность 29-го комплекса не ограничивалась одними лишь набережными челнами, бандиты стремились взять под контроль и бизнес в близлежащих городах. Особо прибыльные предприятия, такие как расположенный в Елабуге месокомбинат «Модуль», молочики вовсе забирали себе при помощи рейдерских захватов, ставя во главе своих наместников. Но с ними не всегда все было гладко. Кадр. Последние новости СНГ. YouTube, например. В той же Елабуге у бандитов возник конфликт с руководителем двух ликероводочных заводов, которые базировались при агрофирме Петровская, Рафисом и Лукмановым. Тот считался членом ОПС, но не спешил четко следовать правилам банды и отдавать наверх большую часть нажитого непосильным трудом. Да и вообще, с точки зрения некоторых участников 29-го комплекса, иногда поступал не по понятиям. К тому же мнительный Саляхов подозревал, что активный и пользующийся авторитетом у братвы Лукманов метит на его место. Поэтому Аликам было принято решение коммерсанта ликвидировать. Но первая атака киллеров во главе с наемным убийцей по кличке Чарли закончилась позором для них самих. Ворвавшись в дом жертвы, киллеры открыли огонь по ничего не подозревающему Рафису, который спал в своей постели. Однако целью почему-то достигла только одна пуля, да и та угодила в ногу. Лукманов, поджав под себя оконечность, упал на живот и замер. Когда один из киллеров перевернул его на спину, вся грудь жертвы была в крови. Решив, что Рафис мертв, наемники пожалели пули для контрольного выстрела и спешно скрылись. А коммерсант, кое-как дуковыляв до телефона, вызвал скорую. Ранение оказалось несерьезным, и, покинув больницу, Рафис и его приближенные одного за другим уничтожили всех киллеров. Но бандиты тут же предприняли вторую попытку расправы над неугодным. В 1996 году новая группа ликвидаторов, которую самолично возглавил главный киллер 29-очников Делиныч, прибыла в жилище Лукманова и устроила там кровавую бойню. Штурмом дом брать не пришлось. Хозяин, который в этот день принимал гостей, знал троицу, поэтому спокойно впустил молочиков внутри и пригласил к столу. Выпив по положенной за опоздание штрафной рюмки, отморозки достали пистолеты и открыли огонь по присутствующим. Не пожалели никого, ни самого Рафиса, ни его сына-подростка, ни участвовавших в застолье людей, среди которых были три женщины. Расправившись с жертвами, бандиты поставили в микроволновку граненный стакан, доверху наполненный бензином, с расчетом на то, что произойдет взрыв и все жилище загорится. Однако их план не сработал, и окровавленное тело нашла вернувшаяся домой мать Рафиса. Столичные гастроли к моменту расправы над Лукмановым-Саляхов уже года три как обитал в Москве, куда, прихватив всех своих приближенных, отправился в конце 1993 года. Не задал года отъезда Алик решил осуществить давнишнюю мечту и расправиться с недругом. Лидером ОПК-26 комплекса Василием Лысых, Вася Рыжий, по приказу босса отморозки расстреляли авторитета прямо в машине. И после этого Саляхов, Еременко и Власов с чувством выполненного долга отправились покорять столицу. Они быстро влились в ряды активно действовавших в городе Казанской ОПК. В деньгах гастролеры особо не нуждались. Ставленник Адыгана в набережных челнах Рузаля Садулин, Рузалик, исправно отсылал боссу несколько миллионов рублей в месяц. Деньги доставлялись адресату прямо в мешках, которые бандиты самолично грузили в багажный отсок пассажирских самолетов. На эти барыши Саляхов и его приспешники купили элитное жилье и подались в бизнесмены. Сообразив, как можно легализовать ношение оружия, бандиты создали частное охранное предприятие БАРС. Детище приносило весомый доход, все заинтересованное и вскоре прознали, что на работу в БАРС поступают сплошь бывшие сотрудники различных силовых структур, и отбоя от клиентов не было. Тем временем в набережных челнах как мог правил Рузалик. Нового лидера многие члены ОПС недолюбливались за мелочности и мстительности, но из-за тех же качеств Асадулина и опасались. Помимо выполнения своей главной функции – сбора Дани, Рузалик мечтал завоевать в преступном мире непререкаемый авторитет и потому действовал очень жестко. Так, при нем одним из членов 29-го комплекса было совершено дерзкое убийство лидера ОПС поселка ГС Найля Хабибулина, сколыхнувшей общественность. Киллер расправился с мужчиной около одной из городских школ в момент, когда во дворе учебного заведения находились дети. Вместе с учениками там присутствовал физрук, который, рискуя жизнью, попытался задержать убийцу. Бесстрашного сотрудника школы спасло лишь то, что у ликвидатора заклинил пистолет. Наемнику в итоге удалось скрыться. Но вскоре Рузалик переключился с отработки имиджа вначале на алкоголь, а затем и на наркотики. Четко выстроенная еще при Сафине система дала сбой. Вслед за шефом к зелью пристрастились и починенные. Вскоре Асадулин, которому постоянно требовались деньги на дозу, стал хитрить и утаивать часть общака. Уменьшение дани тут же заметил Саляхов. Неизвестно, чем бы тогда закончилось это противостояние, если бы Рузалик в 1998 году не угодил в тюрьму. Находясь под кайфом, он до полусмерти избил одного из посетителей ночного клуба. Откупиться у Асадулина не получилось, и он попал на нары. Подобный расклад вполне устроил Алика, и новым наместником стал его родственник Рамиль Валеев, Рамушкин. Тот оказался практически идеальным лидером, быстренько почистил свои ряды от наркоманов и алкоголиков. В отличие от столичных коллег, Рамушкин предпочитал лишней крови на душу не брать и просто выгонял таких из группировки, и наметил курс на легализацию деятельности ОПС. Мастер диалогу Валеев все конфликты с починенными и конкурентами старался перевести в дипломатическую плоскость и решать вопросы без применения оружия. Однако недолго Саляхов радовался своему удачному выбору. Вернувшийся в 2001 году с зоны Рузалик тут же предъявил свои права на преступный трон набережных Челнов, и, получив жесткий отпор, затаил обиду. Игры престолов идея расправиться с Рамушкиным посетила Рузалика в момент, когда его обидчик, ко всему прочему, напомнила Рузалю о долге. В 1997 году Валеев занял Асадулину 40 тысяч долларов. Учитывая дефолт 1998 года, на деле эта сумма преобразовалась в огромное время, которое Рузалик потянуть никак не мог. И тогда беспощадный бандит решил убивать. Но не своими руками, он дал задание своему водителю и телохранителю Ильшату Галиеву, Плохиш, который был безумно предан хозяину. Кроме того, Плохиш был профессионалом своего дела, бывший спецназовец являлся великолепным стрелком, что не раз демонстрировал и на тренировках, и в бою. И верный Галиев ждал отмашки, но Рузалик никак не мог решиться на такой шаг. И вовсе не из-за жалости к бывшему другу, Асадулин знал, что после этого ему с большой долей вероятности придется пуститься в бега. Саляхов сразу поймет, чьих рук это дело, и организует ответку. К слову, Адыган уже пытался устранить Рузалика, но тот вовремя об этом прознал и силами своих приближенных успел устранить отправленного по его душу ликвидатора. Помощь пришла, откуда не ждали. С Рузаликом связались главные приближенные Алика, Еремай и Шурин. Те самые, которых Саляхов назначил своими помощниками, полагая, что у бандитов отсутствуют амбиции. Главарь ОПС ошибся. Переехав вместе с шефом в Москву, и Еременко, и Власов мечтали о лидерстве. Но лидерстве теневом. Становиться во главе сообщества и рисковать своими жизнями они не хотели. В планах у криминального дуэта было заполучить главаря марионетку, которым можно было бы управлять. С твердохарактерным с Алиховым такой номер не проходил. Как-то Ерема вздумал сойтись с начальником в споре и в итоге был жестоко избит. При этом бандиты понимали, что любой прокол в попытке расправиться с Адыганом будет означать могильный крест для них самих. Поэтому они решили действовать руками Рузалика, пообещав ему безоговорочную поддержку. Серые кардиналы 29-го комплекса рассудили, что стать кукловодами при Асадуле не будет вполне возможно. Воодушевленной поддержкой весомых участников ОПС, Рузалик наконец отдал приказ Галиеву, и тот 30 августа 2001 года отправился на дело. До этого плохиш успел основательно повертеться во дворе многоэтажки 45-го комплекса, где жил Рамушкин, и приметить себе идеальное для работы место – окно подвального помещения. Затывшись в своем укрытии, киллер дождался, пока Валеев в окружении двух телохранителей выйдет из подъезда и направится к машине, после чего выстрелил из автомата всего один раз. Этого хватило. Пуля угодила Рамушкину в печень, шансов выжить у того не было. Узнав о смерти ставленника, Саляхов почувствовал, что следующим на очереди будет он. И не ошибся. С момента убийства Рамушкина прошло всего несколько дней, как было совершено покушение на Алика. Тот остался жив только благодаря исключительному везению. У киллера заклинил и пистолет, и Саляхов успел скрыться. После этого Адыган подался в бега. О своем маршруте он известил Ерему и Шурина. Алик даже подумать не мог, что те являются крысами. А раздосадованные живучестью врага Еременко и Власов решили пойти другим путем. Они сообщили о передвижении босса сотрудникам правоохранительных органов. Саляхова задержали 11 сентября 2001 года на станции Брянск. Не ожидавшего такого поворота событий главу ОПС попросту сняли с поезда. Впрочем, Алик продолжал руководить своими бандитами из СИЗа. На место покойного Валеева он решил поставить его правую руку, 33-летнего Сергея Андреиченко. Это оказалось фатальной ошибкой, впечатленной убийством шефа. Андреиченко жутко боялся за свою жизнь. По набережным челнам он передвигался исключительно в бронежилете и в окружении многочисленных телохранителей. Но, даже используя такие меры, новый ставленник в безопасности себя не чувствовал. В итоге, не продержавшись на посту криминального главы даже месяца, Андреиченко решил оставить преступную деятельность и начать сотрудничать с УБОП. Подарок для силовиков решение Андреиченко было как нельзя кстати для борцов с аркпреступностью. К тому времени у них было в разработке заявление от местного коммерсанта, которого члены 29-го комплекса принуждали переписать свою долю на предприятие, и для этого даже посадили на наркотики сына бизнесмена. Кроме того, с повинной к ним пришел один из ликвидаторов бригады киллера Беляныча, который во время устранения целей работал на подстраховке у коллег. В итоге показаний Андреиченко хватило с лихвой, чтобы открыть охоту на активных членов ОПС. Ерема и Шурин, прихватив с собой Беляныча, кинулись искать спасение в Одессе. Этот город наравне со столицей был хорошо знаком банде. Впрочем, знали это и стражи порядка. Организованная на Украину командировка была успешной. Оперативники задержали Ерему и Беляныча, но хитрый Шурин тогда успел скрыться. Впрочем, его поимка была делом времени. Власова нашли в 2007 году в Раменском районе Подмосковья. Дольше всех удавалось скрываться Рузалику. Он умудрился обзавестись поддельным паспортом и, став гражданином Греции по имени Янис, обосновался в Киеве, где его и задержали сыщики. Первый суд над участниками ОПС 29-й комплекс состоялся в 2004 году. На скамье подсудимых во главе с лидером Адыганом Салиховым оказалось 33 человека. Специально для этого события в зал заседаний было преобразовано спортивное помещение УВД Советского района Набережных Челнов. Там вдоль одной из стен пришлось соорудить несколько клеток для многочисленных подсудимых. В процессе были заслушаны показания 500 граждан, которым была применена уже удачно использованная в суде на ДОПК Хадид Акташ программа защиты свидетелей. Юрия Еременко обвиняли по 9 статьям Уголовного кодекса. Он стал единственным членом банды, получившим пожизненное заключение. Алик и Беляныч отделались 25-й годами в колонии строгого режима. Остальные участники получили сроки от 6 до 20 лет лишения свободы. Власов предстал перед судом в мае 2010 года и получил 15 лет лишения свободы. Асадуллин, в марте 2017 года, он, как и Саляхов, получил 25 лет колонии. Именно приговор Рузалику означал окончательный разгром некогда грозного и всемогущего преступного сообщества. Вместе с тем неизвестной осталась судьба бандитского общака, который к моменту ареста главаря ОПС насчитывал десятки миллиардов рублей, в чьих руках оказались огромные деньги, по сей день остается загадкой. Поговаривают, что тщательно припрятанный капитал ждет возвращения зоны своего хозяина Адыгана Салихова. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.